Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и Flipup.ru хочет представить вам обзор на шлем от компании Shark, модель EO1 II. Чем хорош этот шлем? Тем, что он является как закрытым шлемом, так и полностью закрытым шлемом, в котором удобно катать как на спорте, так и на чопере. Этот шлем-модуляр открывается очень просто. Внизу, вот где я показываю указательным пальцем, есть кнопка, которую вы с силой нажимаете, и после этого перекидываете челюсть в заднюю часть. Получается открытый шлем, полностью открытый, с вот такой аэродинамической горочкой, которая при езде не трясется. То есть это, в принципе, очень удобно. При перекидывании челюсти назад визор автоматически поднимается вверх и уже не мешает открывать шлем. Это четвертое поколение данного шлема. Первый раз был Evaline, Evaline третий, Evo One и Evo One второй. В данном шлеме учтены все предыдущие недостатки, которые были у шлема. Раньше визор затирал верхнюю часть шлема. Раньше этого механизма не было. Приходилось отдельно поднимать визор, потом поднимать уже саму челюсть. Сейчас это все уже автоматизировано. Не знаю, что будет делать французы в следующем году, потому что эта модель полностью доработанная. Она практически идеальная, входит в стоимость Pinlock. У шлема предыдущих моделей 4 звезды по шарпу. Данную модель пока оценить не успели, но у нее тоже будет минимум 4 звезды, потому что этот шлем сделан на базе предыдущих с дополнениями и улучшениями. У данного шлема Pinlock под стоимость. Pinlock это антизапотевайка, которая устанавливается изнутри на вот эти пупырышки, называемые пины, и визор уже не потеет. Стандартно 3 клапана вентиляции. В нижней части клапан вентиляции. И в верхней части 2 клапана вентиляции. Вот такой небольшой спойлер сделан для того, чтобы не было вот такого движения, когда вы едете на большой скорости. Давайте посмотрим, друзья, что же у шлема внутри. Внутри, как всегда, съемная подкладка, легко снимается. Например, можно достать щечные накладки, помыть, постирать и, собственно говоря, надеть их обратно. Под этими щечными накладками есть подготовка к Bluetooth гарнитуре. То есть вам сюда нужно докупить гарнитуру и просто установить. Не нужно ничего дорабатывать, все уже сделано. Как же шарки решили историю с мухоловкой? Да, очень просто. Здесь сделано небольшое кольцо, за которое вы тянете и поправляете. Все, мухоловка у вас прикрывает переднюю часть, и мусор уже не залетает вам под сам шлем. Что же по застежке у данного шлема? Застежка самая популярная, это будильная мультипозиционная, которая с таким характерным щелчком застегивается. И, собственно говоря, вы можете подтянуть, как вам нужно, шлем, когда посвободнее, когда поплотнее. Отстегивается при помощи вот такой красной пластмасски, за которую вы тянете и, собственно говоря, спокойно открываете шлем. Под самой застежкой находятся вот такие подушки, не знаю, как их иначе назвать, которые прилегают к шее, и они вот мягенько не пережимают вам в районе горла. То есть вы подтянули сам шлем, саму застежку, при этом у вас нет чрезмерное давление на горло. Давайте посмотрим, друзья, как этот шлем сидит на мне. Берем за вот эти подушечки, оттягиваем в сторону и надеваем. Тогда у вас не скручиваются уши и ушам вполне комфортно. Вот так шлем должен сидеть плотно. Я сам чувствую, что я делал хомячка, щечки прижимаются. Это нужно для того, чтобы при езде, если вы попадете на кочки, если подует ветер, чтобы даже в не застегнутом состоянии шлем с вас не слетел. Когда вы подтягнете шлем, он будет сидеть совсем плотно и будет вполне комфортно. При этом размер L, это мой размер, мне сейчас достаточно комфортно. То есть в районе ушей не поджимает, в районе щек поджимает, но так и должно быть. Визор мультипозиционный, опускается в нескольких степенях свободы. То есть можно ехать как так, так и полностью опустив. Очень удобно расположены очки, я к ним привык буквально за 5 секунд. При этом, как я говорил, линза хорошая, затемненная, без искажений. Ходит плавно и тоже можно опустить в нескольких положений, если это нужно. Друзья, давайте подведем краткие итоги по шлему. Отличная европейская сертификация. Скоро будет у него шарповская сертификация. Минимум 4 звезды, как у закрытого шлема. Отлично перекидывается подбородочная часть, в стоимость входит пин-лок, есть солнцезащитные очки, хорошая вентиляция и отличный механизм, который металлический и прослужит вам долго. Давайте пройдемся по недостаткам. Они, конечно же, есть. Во-первых, это габариты шлема. Так как это модуляр с дополнительной системой, которая перекидывает подбородочную шторку в заднюю часть, он достаточно объемный. Второй недостаток, на мой взгляд, это вес. Данный шлем в размере L весит 1750 грамм. Много это или мало, судите сами, но вот такие недостатки у данного шлема имеются. При этом большими достоинствами являются, помимо его безопасности, то, что у него очень хорошие линзы, как линзы очков, так и линзы пин-лока. Они прозрачные, затемненные, они прям хорошо затемненные, 80% затемнений, и показывают без искажения. Данная модель представлена у нас на сайте в различных размерах. Также есть несколько цветовых решений шлема EO-1 II. Мы рекомендуем данную модель к приобретению.